Слушаю, говорите. Знаете, Тихонович, хотел вам пару вопросов задать. Я вот тут с другом. Мы из Греции вас беспокоим. В Греции проживаем. Ну, хорошо. А где вы, далеко от Афин? В Солониках мы, да, 500 километров. Ваши книги в Афинах, наверное, есть, да? Да, в библиотеке. Я вас изучал, знаете, Тихонович, очень много роликов смотрел. Я все почти про вас знаю. Такие вопросы у нас вот другом возникли. По поводу Евангелий. Никейский собор, если я не ошибаюсь, был. Было собрание, которое выбрали 4 Евангелия из 12. Верно? Неправильно. Около 20. Профессор Марсенковский габариты отбирал. Никакой Конгресс. Предание определенное говорит, что их положили на престол, замкнули, помолились, утром пришли, все валяются на полу, а 4 лежат на престоле. Вот как. Скажите, пожалуйста, Игнатий Тихонович, вот недавно увидели Евангелие от Варнавы. Это считается апокрифом, насколько я знаю. Почему это считается апокрифом, и можно ли христианину изучать его? Не надо. Это есть такое собачье сердце. Он говорит, Зина, в печку! Сожги, выброси, руками не притрагиваться. Все это обман. Нет ничего этого. Евангелие от Памы, Басилиска, от евреев. Церковь ничего этого не приняла. Нам нужно прислушиваться к этому. Четыре Евангелия всегда, на четыре стороны света. А, четыре стороны света. А по какой причине, Игнатий Тихонович, и не принимаются, например, Евангелие от Варнавы? 85-е правило апостольское об этом говорит. Говорит Гангклевский ответ. Два, два только отдельно, какие они были, Вселенских соборов, говорят, перечисляют книги. Их там нету и не было никогда. Апокрифы. Апокрифы. Вот поэтому. А то Еноха книга, Еноха там нашли. Церковь все это в печь сожгла. И нам надо покориться, если мы православные. Главное, что четыре Евангелия признают католики, признают армяне, которые первые, можно сказать, приняли государственно это. Признают евреи, и признают баптисты, адвентисты. Все признают, кроме свидетелей Иегова. И таких переводчиков, я разговаривал с Александром Менем, священник, который был здесь, зарубили его, он говорит, таких переводчиков сегодня нет. Вообще нету. И зачем нам туда лезть, когда эти мы... Это достаточно нам, чтобы... Вот я издаю, уже который раз, третий раз переиздал, толкование Блаженного Пепелакта. Греческо отправлено в Болгарию, архиепископом. Вот и все. Никаких не поминают, даже нету, даже нету. И даже не надо. Ну, соответственно, Евангелие, ну, к примеру, от Варнавы, оно не соответствует и четырем признанным официальным Евангелиям. Верно? Да не надо, даже рассуждать не надо. Их нету. Нет существующих, а в них разговаривать даже не надо. Это все подставки дьявола. Церковь признала ложное, все, что появляется. 20 было Евангелий разных. Об этом говорит профессор Владимир Филимонович Марсенковский. Почему 20? Там 12 апостолов. Да, на подписанные апостолы-то там. Василиска не было, а сделали отдельное Евангелие от евреев. То есть, написаны были, апостол Павлович, не спешите колебаться умом на послание, как бы нами написанное. Подделка. Хорошо, Игнатий Тихонович. Далее вопрос. Борь научный. Насколько мы знаем, что-то застряло. Не слышно, что-то плохо работает. Подождите. Ничего не слышно. Это зависает все время. Зависает. Надо выбрать, наверное, какое-то утреннее время или как. Давайте перезвонить, попытаемся вам. Ну, да не надо. Я на эту тему разговаривать не буду. Время тратить некогда. Мы готовимся сейчас к богослужению. Мне проповедь говорить надо. Я сейчас уже не смогу. Готовимся к Рождеству. Я очень и очень занят. Потому что готовим к изданию шеститомник. Ничего не слышно? Не слышно? Все, пока. Все. Свободно. До свидания. Свободно. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова